Детальнее о сегодняшнем мероприятии расскажет наша коллега-корреспондент Радио Свобода Заряна Степаненко. Заряна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Заряна, очень рада видеть. Добрый вечер. Я думаю, что это взаимно, мы надеемся. Заряна, пожалуйста, вам слово. Как воспринимали, о чем говорят по итогам заседания этих представителей высших эшелонов власти, ну, понятно, при участии украинского президента Владимира Зеленского? Заряна, здравствуйте. Стала страной-кандидатом, мог бы Зеленский поехать сначала и в Брюссель. Но это были совсем такие вот единичные комментарии, которые не находили поддержки у других евродепутатов. Все, в общем-то, приняли и поняли тот факт, что первым делом он отправился в Соединенные Штаты. Ну и не вторым городом. В то же время Брюссель стал в европейском турне Зеленского. Если говорить именно европейское турне, имея в виду континент, потому что вы знаете, что второй город был Лондон. И, в принципе, мы не услышали там прорывных решений, которые можно называть таковыми с точки зрения, например, предоставления Украине истребителей. Но движение к этому определенно есть. Это мы можем понять хотя бы даже из заявления Риши Сунака, британского премьера, о том, что Украина, например, получит доступ к обучению пилотов на этих самых западных боевых самолетах. Чтобы, скажем так, когда такой момент настанет, что и можно будет передать истребителям Украине, то это не застанет пилотов врасло. Дальше Зеленский. Следующей остановкой в его европейском турне стал Париж. Там он встречался с канцлером Шольцем и принимал обоих, соответственно, хозяин Гелисейского дворца Эммануэль Макрон. После этих встреч сделали лидеры Германии и Франции заявление о том, что не оставят Украину наедине с российской агрессией, что обязательно будут стоять рядом с ней, будут поставлять свое плечо, будут делать это до конца. Но вот, вы знаете, именно таких каких-то конкретных шагов не прозвучало. Я об этом сегодня спрашивала Владимира Зеленского уже в Брюсселе. Спрашивала, в общем-то, чем увенчался его визит в Париж, о чем он договорился с коллегами из Германии и Франции. Потому что, кстати, премьер Италии раскритиковала Макрона и Шольца за то, что вот они отдельно за пределами Брюсселя, скажем так, за пределами сегодняшнего саммита встречались с Владимиром Зеленским. Так вот, я спрашивала, удалось ли добиться каких-то прорывных решений. Потому что мы помним, что приоритеты, почему, собственно, Владимир Зеленский отправился сюда лично, несмотря на то, что сейчас, как заявляет украинское военно-политическое руководство, достаточно рискованное время, что сейчас Россия, как заявляют власти в Украине, готовит реванш. Но, тем не менее, Зеленский здесь и в его команде говорят, что это того стоит. Потому что на кону очень много. На кону не только то, чтобы, соответственно, пополнить запасы оружия Украины, пополнить арсеналы боеприпасов. В частности, нужны 122-мм и 155-мм снаряды. Ну и также важно, чтобы партнеры поняли, насколько критичен фактор времени. Так вот, возвращаясь к поездке Зеленского в Париж, встречаем его здесь, в Брюсселе, уже непосредственно на полях саммита лидера ФЕС. Я спрашивала, да, про конкретные решения. И сказал украинский президент, что движение вперед есть. И насчет истребителей сказал он так, что есть некоторые вещи и договоренности, которые остались за кулисами, они позитивные. И, скажем так, говорить вслух о них едва ли стоит, потому что не стоит об этом знать России. Что касается Парижа, что касается встречи с президентом, канцлером Зеленский сказал, что эта встреча очень сильная, это цитата, и что работали они над усилением украинских возможностей по направлению наступательных действий. Говорили также о бронированной технике, говорили о танках. И да, Зеленский подытожил, что получил от этой встречи позитив. Также сказал, что позитивные сигналы он услышал здесь, на саммите в Брюсселе. А я напомню, что с утра он был в Европейском парламенте, потом он приехал уже сюда, в здание, которое символически называется Европа, где, собственно, и проходит саммит. Сначала он принял участие в рабочей сессии, ну а потом уже у него начались двусторонние встречи с лидерами. И он пытается всем донести, что, собственно, безопасность Европы, так он сказал на пресс-конференции, зависит от того, выиграет ли Украина войну, и в последующем ли станет она членом Европейского Союза и НАТО. Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы, реальной силы европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем надежнее и продолжительнее будет мир в послевоенной Европе. Мы должны усиливать динамику нашего сотрудничества более мощно, чем агрессор может мобилизировать свой потенциал. Коллеги, в этот момент буквально свежая новость. Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах Европейского Союза, написало о том, что я сейчас постараюсь быть максимально точной, что лидеры стран-членов Европейского Союза во время саммита в Брюсселе не дали Владимиру Зеленскому никаких обязательств по поводу предоставления боевой авиации. Но да, как я уже говорила, сам Зеленский утверждает, что позитивные сигналы есть. И на итоговой пресс-конференции, точнее не итоговой, скажем так, она была промежуточная. Владимир Зеленский выходил в прессе с лидерами евроинституции, руководителями. Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС действительно сделал много для поддержки Украины, но может и должен сделать больше. То есть имеется в виду финансовая или военная поддержка. Можем представлять, что это многие аспекты сразу. И также глава Еврокомиссии дала понять, что через несколько дней можно ожидать от Еврокомиссии презентации следующего, десятого пакета санкций. Мы помним, что ранее в Брюсселе говорили, что его хотят подготовить к годовщине вторжения России в Украину. Подготовить, не подготовить, принять. Это только презентация, то есть еще он принят не будет, но в принципе Урсула фон дер Ляйен приоткрыла некоторые нюансы, чего именно ожидать от этого пакета. Там будет больше имен тех, кого, соответственно, в ЕС считают российскими пропагандистами. Будет также больше персональных санкций по поводу российских политиков и российских военных. Это все будет в десятом пакете санкций. И также еще важная тема, которая обсуждалась. Я хочу тоже ее обязательно вспомнить. ЕС Гаврил Зеленский о будущем Украины в Европейском Союзе, имея в виду заявку украинскую на членство, о том, что Украина получила уже статус кандидата. И ЕС говорят, что Украина обязательно и точно станет членом объединения. И, скажем так, движение Украины вперед, сказала президент Еврокомиссии, впечатляет, добавив, что достигнутые результаты свидетельствуют о том, что Украина может работать быстро и качественно даже в разгар войны. Как известно, вы помните, коллеги, осенью ЕС должен оценить выполнение семи критериев, которые сопутствовали получению статусу кандидата. А Украина, в свою очередь, рассчитывает, что в этом же году удастся перейти к этапу следующему, то есть переговорам о вступлении. Не появятся ли со стороны Брюсселя дополнительных условий? Об этом я тоже спрашивала Урсулу фон дер Ляйен. Но она сделала комплименты Украине, опять-таки, по поводу уже достигнутого прогресса. Сказала также дипломатично, что необходимо сделать больше, но важно понимать, что вот таких вот четких временных рамок, то есть дедлайна, такого нет. Ну и да, отметила при этом, что Евросоюз должен делать больше для поддержки Украины. Я об этом уже говорила. Ну и также коллеги Месседж, которые, в принципе, от подобных саммитов Европейского Союза, лидеров ЕС, Европейского Совета еще называют этот орган, мы услышали такие месседжи, что ЕС обещает не оставить Украину наедине с российской агрессией. В принципе, мы слышим это каждый раз в течение года, но от этого это не менее, а даже в какой-то степени и более важно. То есть повторяют постоянно этот месседж, говорят также о том Евросоюзе, что хотят привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления, что сейчас занимаются тем, что ищут, в общем-то, в какой модели это можно сделать, по какой формуле создать этот спецорган, который будет расследовать преступления и агрессии. И Урсула фон дер Лян сегодня заявила, что политическая воля действует исключительно в вопрос о поиске инструментов. Ну да, Месс готов поддерживать Украину, сколько потребуется. Пока промежуточный итог саммита такой, но, как я сказала, встречи Зеленского двусторонние еще продолжаются. От него выстроилась целая очередь из лидеров, там больше десяти, даже лучше я не буду употреблять цифру, потому что, по-моему, даже больше двадцати. Но да, встреч действительно достаточно много, каждая продолжается не менее получаться. Говорят нам представители разных делегаций, которые периодически выходят сюда, общаются с журналистами, что президент уже достаточно уставший, но, тем не менее, он здесь говорил, что домой без ощутимого конкретного результата не уйдет. Заряна, как раз сейчас были кадры, когда ты говорила, президент Украины Владимир Зеленский рядом возле председателя Европарламента Роберто Мицолой, которая сегодня как раз несколько раз говорила, что Украина борется на самом деле не только за свой суверенитет, но борется за все европейские ценности, будущее вашей нации в Европейском Союзе. Так она обратилась к Владимиру Зеленскому, и это на самом деле очень важно. Также Роберто Мицолой сказала, что сегодня на самом деле исторический день. История Торики, которую ты нам сообщила, мы понимаем действительно, что это исторический день, и вот это даже такая перепалка между Макроном и Мелони, о том все-таки, как должен был пройти этот ужин. Мы понимаем, что на самом деле и идет все-таки борьба такая внутренняя за лидерство на Европейском континенте. Благодарим тебя, спасибо. Спасибо. И рады будем видеть, слышать еще более детально, что происходит на Европейском континенте. Это очень важно. Заряна Степаненко, напомним, была с нами на связи из Брюсселя, корреспондент Радио Свобода.